для того чтобы действующую власть именно не передала власть из одних рук другие руки без выборов без того чтобы этот выбор сделал народ нужны очень простые обстоятельства необходимо чтобы опять народ был активный имел четкую позицию знал что смена режима вопреки их воле приведет завтра к ухудшению жизни самого человека и тогда когда эти люди осознает вообще собственно сам народ осознает и будет активный и будет активно участвовать на выборах если выбор будет фальсифицироваться будут активно объединяться и выходить на акции протеста и таким образом не давать проводить фальсификационные выборы именно тогда произойдет нормальный процесс передачи власти передачи власти на честных выборов когда будет избран действительно реальный победитель кандидат от народа они когда например мусульман назарбаев проводит фальшивые выборы назначает своим указом членов избирательной комиссии и они затем подсчитывать большим образом голоса это не должно допускаться это мы не должны допустить а это возможно только тогда когда народ осознает что такая передача власти это консервации плохой ситуации если мы хотим изменить ситуацию в стране если вы осознаете что ваша пассивность приведет ухудшению ситуации как политически так экономически в стране и это вас сподвинут на активность именно тогда не будет такой наглой передачи власти именно тогда народ изберет своего кандидата или президенты или премьер-министры любого другого руководителя поэтому нужна активность нужно понимание что так жить больше нельзя